Елагин остров Во второй половине 19 века он стал традиционным местом гуляния, петербургской знати. Городской фольклор связывает это с именем графини Юлии Павловны Самойловой, которая была дальней родственницей Екатерины I. Юлия Павловна была подругой художника Карла Брюлова, которая вдохновляла его в его творчестве. В свете Петербурга Самойлову звали царицей Солонов. Молодая графиня обладала незаурядным умом и значительным состоянием и была хозяйкой родовой загородной усадьбы под Петербургом около царского села Графской Славянки. Одна из петербургских легенд, героиней которой стала Юлия Павловна Самойлова, рассказывает о зарождении в Петербурге, традиции летних вечерних гуляний на стрелке Елагина острова. На приемы, которые устраивала в городской Славянке Самойлова, съезжался весь Петербург. В эти дни заметно пустило царское село, что раздражало Николая I. Император пошел на хитрость и предложил Самойловой продать ему это имение. Но так как это предложение выглядело приказанием, Самойлову пришлось согласиться. Но при этом она дала понять императору, что до нее дошел смысл его хитрости. Как говорится в легенде, она просила передать императору, что ездили не в Славянку, а к графине Самойловой, и где бы та ни была, будут продолжать ездить к ней. На следующий вечер, в сопровождении узкого круга поклонников, Юлия Павловна поехала на стрелку безлюдного тогда Елагина острова. Вот сюда будут приезжать к графине Самойловой, будто бы сказала она. И действительно, с тех пор на проводы заходящего солнца, на западную стрелку Елагина острова, стало съезжаться все больше и больше петербуржцев. Впоследствии это место превратилось в одно из самых любимых мест вечерних гуляний столичной знати. Соседствуя с тянущимися вдоль Невской губы бедными рабочими поселками, Елагин остров являл собой резкий контраст между аристократической роскошью и беспросветной нищетой. Это породило известную пословицу «вожда крыса до Елагина мыса». Своим теперешним видом стрелка Елагина острова обязана наводнение 1924 года, когда весь Елагин остров сильно пострадал. В последующие, после наводнения годы, стрелка была заново спланирована и к 1927 году благоустроена по проекту архитектора Ильина и при участии инженера Васильева. Монументальные львы, изготовленные из пудовского камня и привезенные на стрелку, по-видимому, с Петергофского шоссе, в 1925 году были отреставрированы ленинградским скульптором Дитрихом. Автор этих львов неизвестен, а изготовлены они были в конце 18-го, начале 19-го веков. Есть мнение, что львы были перенесены сюда со Строгановской дачи на Каменном острове в 1926 году. И сегодня виды заката солнца на стрелке Елагина острова радуют петербуржцев и гостей нашего города. Огорчает только то, что от западной части Крестовского острова, в старую деревню, тянут через залив западный скоростной диаметр, который проходит как раз перед стрелкой Елагина острова. Так что такой закат, как он мы видели прежде, в скором времени нам уже не увидеть, так как солнце будет скрываться не в Финском заливе, а за лентой западного скоростного диаметра. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...